Мы продвигаемся по статье, которая называется Шутит Хадеш, ну типа обновляйтесь или обновляйся, это статья к Параше Китаво, и мы находимся в предпоследнем абзаце, который называется Хавая Экзистенциалит. Ну так просто, сейчас только очки другие возьму, для того, чтобы просто освежить, какая основная пуэнта, тут как бы основная идея заключается в том, что есть, мы разбираем, есть некоторый кусок, да, вот это то, что называется декларация приносящего бекурим, а именно микробекурим. Вот, и это микробекурим, есть такой не очень понятный момент, она практически, она полностью включена в пасхальную Агаду, ну вот, и как бы был вопрос такой, зачем вообще это надо, зачем надо в центральную часть Агады, которая называется магит, включать кусок, который связан совсем как бы с другой историей, то есть вообще не связан с выходом из Египта, а связан совершенно другой, другой как бы исторический период, человек приходит в храм, и пятое-десятое. Ну и как бы ответ был такой, что это один из возможных ответов, что для того, чтобы человек, который участвует в пасхальной Агаде, например, ребенок, да, он спрашивает своего отца и говорит, если бы не было этого куска, и он говорит, послушай, мы уже несколько раз читали, я всю историю понял, как вы ходили, как рабство и все, но какое это имеет к нам отношение. Ну и как бы это, он становится не участником, а поскольку включен кусок, который говорит от имени человека, который живет, ну скажем, в эпоху храма, приносит и все, то это как бы хавая экзистенциально, то есть, грубо говоря, он может себя с этим олицетворять, правильно? Ну и тем более в пасхальной Агаде написано, вот то, что жирным написано в этом абзаце, да, то есть в пасхальной Агаде тоже есть еще один момент, который ложится в эту модель схему, а именно в каждом поколении человек должен видеть себя, как будто он сам вышел из Египта. И это еще раз показывает, что, в общем, ну как-то можно понять, что идея включения этого куска, и вот, например, эта фраза говорит о том, что, в общем, была попытка посмотреть выход из Египта через призму, ну вот этого такого переживания хваи, правильно? Окей. Ну хорошо, теперь мы, значит, читаем, да? Ну хорошо, давайте тогда по очереди. Сейчас, что такое по очереди. Ну хорошо, вот Лазарь у меня первый. Ну хорошо, можешь читать вот то, что начинается абзац Шавэ бен Афшихэм. Видишь это? Да. Ну давай. Окей. Шавэ бен Афшихэм. Да. Сабар, коренной житель. Сабар, угу. Да? Закуф, кома. Хорошо, давайте кусочек переведем, будем по небольшим абзац, небольшим, как бы, кусочкам, чтобы не запутаться. Что такое Шавэ бен Афшихэм? Шавэ это сравнивать, правильно? Шавэ бен Афшихэм, ну это как бы такая разница, представьте себе. Ну это вот такое приличное выражение, представьте себе. Шавэ бен Афшихэм. Что дальше? Омэ дло цабар. Что это такое? Ну как бы стоит, вот ситуация, стоит цабар. Ну такой цабар. Ну это то, что по-русски называется цабра, да? Что такое закуф кума? Народ. Как-то прямо, как-то очень сильно прямо. Закуф кума это человек не сгорбленный, а гордо выпрямленный. Дословно закуф, закуф шмуна и сры мы говорим зокэ фуфим, а именно выправляющих сагбённых, скажем так, да? А закуф кума это человек, который гордо идёт, значит, во весь полный рост. Вот стоит Шавэ бен Афшихэм, представьте себе, стоит вот цабра, да? Значит, гордо во весь свой рост. Дальше. Читай дальше, please. Амушраж. Замечательно, давай переведём. Как этот цабра, как его здесь определяют? Что такое мушраж? Укоренённый в земле. Замечательно. Укоренённый в земле сколько? Сотними, сотни, сотни лет. Сотни лет, замечательно. Читаем дальше. Только эльф с Аллафом, да, эльф, правильно? Хакоэн. Да. Ашер Хашэм. Нет, это не Шэм, а Шири Е. Ашер Е. Ашер Е. Баямайм. Баямим. Баямим. Да, давайте переведём. И он, значит, стоит вот такой гордый, да, в полном росте, укоренённый в земле сотни лет, который будет в те дни. В те дни. Да, отлично. И он говорит ему Куэну, который будет в те дни. Что он ему говорит? Хигати. Хигати, да. Это фраза, это фраза непосредственно из вот того, что мы говорим, мавоби курим, это непосредственно из этой парашеки табу. Он ему говорит. Игати. Хигати. Хайом. Ла. Это Ла Шэм. Это Ла Шэм. Ла Шэм. Эл-эхайхо. Эл-эхо. Эл-эхо. Замечательно. Что он ему говорит? Поведаю, 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 поведаю сегодня. Ну, я говорю сегодня, вот я говорю, что он говорит сегодня. Видите, сегодня выгляну жирным, потому что всё на непонятно, почему это сегодня, да? Что он говорит? Так, пускай Лазарь переводит, а то я у него... Да-да-да-да-да-да. Мне переводить? Да-да-да, переводить. Мы помогаем, когда кто-то не... Да. Всевышний твой Бог, который... Нет, что? Ки, что? Ки, это что здесь? Что он пришёл на землю? Да, пришёл в землю. Он говорит... Вот я говорю Господу Богу твоему, да, что пришёл в землю. Ну, непонятное слово ойом, как бы, будем читать дальше. Понятно, что он не сегодня пришёл. Если мы при этом говорим, что это человек, который сотни лет, ну, не он сам, а в смысле его потомки живут в земле. Что значит ойом? Непонятно, да? Окей. Дальше. Аль-Тит-А-Би. Аль-Тит-А-Би. Ну, что такое Тит-А? Что такое Таут? Как-то заблуждаться, не обманывай себя. Не, ну, как бы, не заблуждайся в отношении меня. Аль-Тит-А-Би. Ну, вот, как бы, не заблуждайся в отношении меня. Но есть, это сокращение, эй-нэ-ни, эй-ни, либо эй-нэ-ни. Я-не. правильно да он ему говорит как бы не сомневайся и вообще не считай меня не думай что я не думай что я что правильно это урожденность это урожденность страны то есть урожение страны то есть не смотри на меня просто как на аборигена правильно а что мы говорим мы всегда говорим что это отрицает все что было до этого не смотри на меня то есть не считай меня просто урожденцем страны то есть аборигеном а а также улы хадаш Новоприбывшего. Да, наоборот. Как бы я только новоприбывший, да. Да-да-да, то есть он говорит, у меня как бы две ипостаси. Да, я не просто Цабар, но я еще как человек, который только что поднялся на землю. Хорошо? Окей. Аня, может, поскольку нас сегодня троим, то мы будем несколько меньшими кусками читать. Хорошо? Аня, ты можешь продолжить? Ну. Зе отабаите арца. Батя, Батя. Батя. И вот сейчас прибыл я на землю. Зе ота, зе ота, это такое выражение, вот именно сейчас. Это то, что по-английски just now. Хорошо. Вот сейчас именно прибыл я на землю. Да. Ваяков, Ваяков, Ави, Шели, Яков, отец мой, Ахая, Батхилат Дарко Иш Нирдов Нирдав Нирдав Убудет. Окей. И я, значит, отец мой был в начале, был в начале пути своего человеком, как это сказать, Нирдов. Преследуем. Преследуем. Брошенным, покинутым, вот так вот, одиноким. Вы понимаете, концептуально, здесь как бы наложение двух уровней. С одной стороны, он цабар, который не имеет отношения ни к Якову, ни к патриантам, ни к кому, потому что, как было сказано, сотни поколений, его предки живут здесь. А с другой стороны, тем не менее, вот через эту хаваю, он себя чувствует, да, как будто он, вот сейчас И более того, такой перенос во времени. Яков Авину, его отец, он читает это как бы отец или праотец, и рассказывает его сепур, да? Окей, значит, какой его сепур? Арами, Арами Овет, этот вот арамейцы, ну, не знаю, что-то как тут переводить, ну, там, арамейцем был он отец, или скитальцем был, или его преследовали. По-моему, по-моему, здесь как бы идея такая, Арами Овет, насколько я понимаю, переводится так, то есть, работал, он работал на арамейца. Овет, нет, Овет, это был, то ли скитальцем он был, то ли его преследовали. нет, работая, она пишется совершенно по-другому, она же по-другому пишется, обработал Овета через Арам. Да, но в данном случае, Овет, в смысле, что он был, да, это правильно, в смысле, что он был, как бы, не то, чтобы Аллах Лаебуд, но в всяком случае, он был, ну, в каком, он был порабощен, я понимаю, что там сайном написано, но Арами Овет, в том смысле, что он был под этим арамейцем. Ну хорошо, значит, работал он на этого, ну, на мизведлава на арамейца, Ашер Ерет Митраема, который спустился, и потом, значит, вот я был, значит, работал, а потом спустился я, значит, в Египет. Да. И там превратился я, значит, из семейства в народ. Правильно. Ани Зухер Еретев, Хейтсад, Хейтсад, Хейтсад. Я хорошо помню, или что-то на подобии. Да, да. Хейтсад, я не помню. Хейтсад каким образом? Каким образом, как это оказался, Альбасари. Не, 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 здесь Хавити от слова experience. Я... как Хавая, как все понятно. Конечно, да. Я хорошо помню, как я оказался. Нет, как я, как, нет, смотри, Хевити Альбасари. Это я на своей шкуре. На своей шкуре, и сам я испытал, а, вот так вот, на себе испытал с братьями и сестрами моими рабство Шабут, оно, раз, страшное, страшное рабство. Да, ужасно, да, правильно, да. Это про обощение. Да. Ани, Хенеми, Бен Ледор, Йоцейх Митраем, Ашер Ицу, Меафла, Меафла, Леора, Меафела, Леора, Уме Шабут, Ле Гаула. И сейчас, вот, и вот я, сын поколения, как бы, потомок поколения, выход из хода, из хода, из Египта, которые, которые, которые вышли, из, значит, как бы, из тьмы к свету, и из рабства на сваху. Из браха, да. Правильно, молодец, замечательно. Ве Ани Бендор, Ховши, Ховшей, 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 захватчиков, как бы, ну, да, захватчики. Я сын потомок поколения, а, Ховшей, захватчиков, подожди, А, Кнаан, Кнаан, Господи, Ховшей Кнаан, Ашер Заху, Ла Кабель, Эта Ара, Сазот, Бематна, Ме Ашем, Бематана, 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 Ме Ашем, Эдвар, Эдбарех. И я сын, значит, потомок захватчиков, вот их самые покорители, ну, скажем так, покорители на окнах, захватчики, это нехорошо, которые, Заху, Ла Кабель, как-то удостоились, что ли, принять, принять землю, эту землю в подарок от Всевышнего Благословеного. Правильно, значит, ну, концептуально мы видим, то есть, идея какая у него, с помощью, вот, скажем, специально построенного текста, он переживает несколько переживаний. Своё, как человека, который сотни лет в стране, с одной стороны, а с другой стороны, он себя лицетворяет только что зашедшим в землю, скажем, новым репатриантом, вспоминает про своего отца, аяковок, значит, кусок из пасхальной агады, и олицетворяет себя с, как ты говорила, покорителями земли. Вот с помощью такого, значит, текстового построения у него есть личное переживание. В этом, как бы, идея всей нашей статьи. Ну, хорошо, прочитаю еще одну фотографию. То есть, мы даже, давай, чтобы понять, значит, идея в том, что человек, зачем он этот, вот, принесший эти плоды, должен, что это вызубрить и от барабе, для того, чтобы почувствовать, вот, самому пережить, что я не просто там, ну, как-то случайно, тут живу, тут живу, и выращиваю свои яблочки, там, яблочки каких-нибудь, там, ну, что он там должен, финики принести, яблочки. Да, 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 А он именно, вот, все это было, как бы, как будто со мной, это все про мои отцы, где-то прошли, а как будто это я сам, вот, пришел, завоевал, поселинцы, поселинцы вырастил, вот эти вот свои там, финики, и, наконец-то их принес сюда, вот, потому что все вот это он должен был прочувствовать. Да, 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 это то, что, по-моему, по-русски называется такой тривиальный, ну, не знаю, тривиальный фраз, связь поколений, вот это реально связь поколений, потому что это кардинально отличается от ситуации, когда человек, ему сказали, вот, что у тебя вырастает, давай, набирай в корзинку, приноси, а давай Каэн, ну, приходит Каэн, открывает корзинку, говорит, дорогой Каэн, я понимаю, что тебе тоже хочется покушать, ну, вот я тебе пришел, подарочки тебе принес в храм, давай, значит, бери, но есть ситуация совершенно другая, почему, потому что текст специально построен таким образом, что была хавая, окей, читай фразу, а потом Яша, алькэ, алькэн, так, 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 алькэн, они, это решит, при адмати, и поэтому я принес начаток плодов земли моей, шейки нэггет шей, не, не, нет, немножко так, шай нэггет шай, это игра со словом матана, шай, это тоже матана, ну, как подарок вместо подарка, или как-то так, потому что он говорит, нет, нет, шайки нэггет шай, подарок, против подарка, ты мне дал землю, а, ты вот так вот, землю, одно за другое, да, ты мне дал землю, а я принес тебе плоды, Всевышний, ты мне дал землю, а я тебе вот за это как благодарен, Да, да, да. Владыка Миров. Благодарю, благодарю тебя за все, что ты дал мне. А вот это вот Офен Иши, я не знаю. А, Офен Иши, это в индивидуальном порядке. Как ты говоришь? В индивидуальном порядке. А, Иши, да, Иши, это же такое частное или личное. В индивидуальном порядке или в Офен Иши, то есть я вас лично благодарю. Лично выстраивает весь этот слабый персонал и говорится, я вот всему коллективу спасибо. А вот вам, Моши, я вам лично вас благодарю. Вот это называется Бофен Иши. Бофен Иши, я тебе хочу лично сказать, лично выразить благодарность. Окей? Хорошо? Иши, это лично или честно. Да, да, да. Яш, ты можешь читать. Могу? А можно немножко вниз сдвинуть? Да, 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 да. Все, все, хватит. Спасибо. Окей. Бофен Иши, это мы все время покоряем. Милашон, Яхид, Лилашон, Рабим, Ве, Хозер, Халила. Замечательно, давай переведем. Минэкуда, читай. Да, Минэкуда, Тмутса. Да. В этой точке. Ну, правильно, значит, Накудат Муца, это исходная точка. А, соответственно, Минэкуда Тмутса из этой исходной точки. Из этой точки, Зо, это дает понять. Можно понять, да. Ниталавин. Этмаавар. Да. Этот переход. Из. Ну, мы ее называем, смотри, можно просто говорить Микроби Курим, потому что все время повторяется, как такое. Первинки. Ну, я сказал Декларация Первинкова. Это тот текст, с которого началась эта статья. Окей? Да. И там переходы от чего к чему? Милашон Яхид. Да. От индивидуального языка, что ли? Ну, нет, это стандартное выражение. От единственного числа. От единственного числа. Ну, до множественного числа. Да, от единственного к множественному. И обратно Халила. Да, Хозер Халила и обратно. Вайс Верса. То есть туда-сюда. Он нам объясняет, почему в этой Микроби Курим. Если мы снова вернемся и посмотрим. Там есть такая, ну, не знаю, через полосица. Он говорит, сначала говорится в единственном числе, я принес, а мы спустились. Или еще что-то. И поэтому он еще раз говорит, что все время происходит как бы сложное наложение ну, вот этих вот ситуаций и в исторически разных, и разных по участникам. С одной стороны, я индивидуум, а с другой стороны, мы-то как народ. И все это для того, чтобы создать вот такую хаваю. Окей? Дальше, после запятой. Кэ? Не, МЦАИ, МЦАИ, СИФРУТИ, ЧИ МЕГАМАТО, ЛЕАДГИШ ХЕМ ЭТ АХАВАЯ АКОЛЬКАТИКОЛЛЕКТИВИТ. Ну вот, замечательно, коллектив-колхоз, да, хавая коллективе. Гэм – это хавая айшит. Замечательно. Шев, мэви, а бекурим. Ура! Так, ну хорошо, давай. Теперь дальше. Кэм ЦАИ, что такое МЦАИ? Стандартное слово. По средствам или средствам. Ну, как способ. А что такое МЦАИ СИФРУТИ? Ну, я бы сказал, как литературный прием. Дословно, как литературный прием. СИФРУТИ – это литературный, да. Да. ШИ МЕГАМАТО. Что такое МЕГАМА? Что такое МЕГАМА? МЕГАМА – это тенденция, которая направлена, ну, как бы, которая направлена на что? ЛЕАДГИШ ХЕН. Ну, что такое ЛЕАДГИШ? Что такое ЛЕАДГИШ? Что-то знакомое. ЛЕАДГИШ, что подчеркнуть. ПОДЧЕРКНУЮТЬ. А, ЛЕАДГИШ, ЛЕАДГИШ. Да, сочетание единственного, множественного и обратно – это литературный прием, идея которого, или которая направлена для чего? Для того, чтобы подчеркнуть. Когда говорится ГЕН-ГЕН – это ИИ, который подчеркнуть И – вот то, что жирным выделено, что ХАВАЯ коллективит. Да? Да. И – это ХАВАЯ и ШИТ. Да, и коллективное переживание, и, как бы, индивидуальное переживание. ШЕЛЬМЕВИ. Да, ШЕЛЬМЕВИ АБЕКУРИМ. Принесение первенков. Нет, приносящего. Приносящего первенков. Приносящего вот этого БЕКУРИМ. То есть, вот этот литературный прием, множественный, единственный туда-обратно, для того, чтобы у него вот перекликались ХАВАЯ коллективит, ХАВАЯ и ШИТ. Окей? Дальше. А МЕСАПЕР? А МЕСАПЕР это СИПУРО, что-то. Да. Рассказываю и историю его. Свою историю. От этого МЕВИА БЕКУРИМ, да? Окей. КЕСОФЕ МЕРАХОК ЭЛА, КШИ ОТЕХ, КШОТАВ, КШОТАВ, БЕПУАЛ, БЕСИПУР, ИЦИТ, ИЦИЯТ, ИЦИЯТ, МЕЦАРИМ. МЕЦРАЯМ. МЕЦРАЯМ. Вот этот приносящий БЕКУРИМ, да? УМЕСАПЕРАТСИ ПУРОШЕЛО. Он рассказывает свой рассказ. Ну, то есть, опять же, вот эту декларацию, да? Но как? Как? ЛОКЕЦОФЕ МЕРАХОК. Сторонний наблюдатель. Да. Но. ОТЕФ как свидетель. Событий. Событий истории. Что ты говоришь? Как свидетель событий и истории. Правильно. ЭЛАКЕ ШУТАВ. Кто такой ШУТАВ? Вот наблюдатели как там свидетель. Нет, нет, нет. ШУТАВ. Не наблюдатель. ШУТАВ. Участник, компаньон. А, участник, ШУТАВ точно. Компаньон. Правильно, правильно. Да. Что такое БЕФОЛЬ? Ну, события. Ну, БЕФОЛЬ – это активным образом. Да. БЕФОЛЬ, да? БЕФОЛЬ – это активным образом. А слово ПОЭЛЬ – глагол. То есть, А, как активный участник, да, чего? Выходы из Египта. Рассказы о выходе из Египта. Замечательно. Читай дальше, плиз. ВЕ АНУ. А МЕ СУВИМ. МЕ СУБИМ. Люди, сидящие вокруг стола пасхального, называется МЕ СУБИМ. АБЛАКАТЬИ. 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 Ищущина. ЛЕВО. Прайменно. БЕЛАЙЛА. АСЕДР. БЕЛЕЛ. 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 АСЕДР. Да. ОХАЗИМ. ОХАЗИМ, да. ОХАЗИМ, да. ВЕ ОЛЕЙ. АМИТ ПАТЕЛЕТ ВЕ ОЛА. ВЕ ОЛА. МИ МИ ЦРАЕМ ЛЕ ЙЕРУШАЛАЙМ. Замечательно. ВЕ АНУ АМИ СУБИМ БЕЛЕЛА СЕДР. Да. И мы. Присутствующие, облокачивающиеся во время ночной СИУДЫ. Да. Да. ОХАЗИМ. 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 Ночного СЕДР, правильно? СЕДР, да. ОХАЗИМ, КЕ БИКУРИМ. ОХАЗИМ БЕЯДО. Что такое ОХАЗИМ БЕЯДО? Ну. ДЕРЖИМ ЗА РУКУ. ЗА РУКУ, да. КАК БУДТО ДЕРЖИМ. КЕ ВИЯХОЛ, это КАК БУДТО. КАК БУДТО ДЕРЖИМ ЗА РУКУ. 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 Чем мы беобикурим? Да, приносящего первинки. Да. Идем с народом его. Нет, идем с ним. А, с ним ему. Ну, да. По дороге. Медпотелит. Русское слово фитиль, знаете? Еще бы. Зажигаете. Ну, да. Вот фитиль, фитиль это скрученное. Так вот, Дерахмедпотелит это по извилистой дороге. По извилистой дороге. Которая поднимается откуда? Которая поднимается из Митсраима прямо в Ярушалим. В Ярушалим. Замечательно. Ну, вот идея понятна. Как бы концерт понятна. Построен таким образом текст с литературными приемами, но разное единственное и с наслоениями, с одной стороны, историческими, с одной стороны, конкретным переживанием того, кто приносит Бекурим. Все это у нас, с которой мы уже сидим за столом, вот это создает ощущение, что мы не просто читаем историческую историю, а вот как будто мы берем нас человек везет за руку, и мы с ним как бы все это проходим. Это продолжение как бы линии, что это все хавая, а не просто исторический рамсказ. Окей. Возвращаемся к Элезару. Ты можешь читать? Издаут. 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 Туда дзеут. Туда дзеут, а здесь издаут. Издаут. Да. Охшоуёст. Не-не-не, ну это такое, да-да, Ахшавистит. Ахшавистит. Шалом Ахшав. Ахшавистит. Ну как марксистит, а это Ахшавистит. Шалом Ахшав. Ну типа да. В смысле вот сейчас... Сейчасник или сечасник? Сейчасная, сечасная, сечасная. Зав им кол хамэхалэх. Им кол хамэхалэх. Кол хамэхалэх. Да. Хагадол и хамэфшэрэд. Да. Эт хатимат. Замечательно. Микра бекурим, да. Микра бекурим. Бэ шамха. Нет, симха, симха. А бэ симха. Бэ симха. Бэ симха уфтуф лавав. Убытов левав. Ну левав это как лев. Окей? Хорошо. Давайте переведем эту фразу. Итак. Издаут Ахшавистит зу. Что такое издаут? Ну издаут это идентификация. Называется они миздаэйто. Я с ним как бы солидарен. Я с ним идентифицируюсь. Говорят они миздаэйто. Когда человек говорит я например там за судебную реформу. А другой не про нас будет сказано. Говорят я против судебной реформы. Вот один из иначе он говорит они миздаэйто. Либо они ло миздаэйто. Вот миздаэй это как бы солидаризироваться. Либо идентифицироваться. Это то же самое как тудат зу. Только здесь еще далать вставлено. Окей? Так вот это вот издаут. Да. Вот это вот идентификация. Ахшавистит. А именно сиюминутная я бы сказал. Да. Вот сейчасная. Да. Зу. Им. С чем? Идущим. Или проходящим. Нет. Нет. А меалаха гадоль. Смотри. Вот ты правильно говоришь. В данном случае это вот особенности неогласованного текста. Ты правильно говоришь. Потому что если взять вырванный из контекста. То может быть меалех. То есть человек который идет. Но поскольку потом стоит гадоль. Да. Но как бы идущий не может быть большой. Да. То мы понимаем что это здесь. Здесь. Это меалах. То есть это идентификация сейчас. Сиюминутная. Да. С этим великим процессом. Да. Коля меалаха гадоль. Да. Правильно? Угу. Ну дальше. Им. Амеавшерет. Она делает возможным. Теперь дальше. Вот это вот и она. К чему относится. К какому слову? Аня. Ну вот это самое. Она. Из дауд. Из дауд. Как с тобой. Из дауд. Или как там. Правильно. Из дауд. Вот этот вот из дауд. Да. Ахшавистин. Вот она. Амеавшерет. Она делает возможным. Чисто. Хатимат. Микра. Бекурим. Ну хатимат имеется ввиду хатимат и печать. Печать, печать, печать. Можете сказать запечатывание, либо резюмирование, либо окончание. Как угодно. Окончание вот этой микра абекурим. Чем? Вы себе рад. Ну радостью. 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 Полного. От чистого. Полного сердца. Радостью. В другом расположении духа сердца. Скажем так. Вот это из дауд. Да. Ахшавистин. Вот это дает возможность. Дает возможность. Как бы запечатать. Припечатать. Закончить. Эту микра абекурим. Да. Ну. Такой веселостью. И радостным настроением. Да. Дальше. ВИИ. ВИИ. Да. Хамывия. Эт. Мэвий. Хабекурим. Это одно слово. ВИИ. Амывия. Эт. Мэвий. Да. Хамывия. Эт. Мэвий. Хабекурим. Да. Лэхатрон. Нет. Лэйитронен. 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 Да. Бэширот. Бэшират. Шират. 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 Гаолим. Гаолим. Замечательно. И ВИИ. Опять ИИ. К чему относится это ИИ? Ну, к тому же самому. Опять же, она самая подходит. Ну, то же самое и с Даут. Да. И она. Да. Ну, а дальше, как бы, на иврите это вполне нормальный. Даже, как бы, такой некоторый высокий стиль. Варухе так невозможно сказать. Она приводит приносящего. Ну, как бы. А на иврите это звучит красиво. Веа мэвия эт мэви. Абикурим. И она, да. И она, как бы, приводит приносящего Абикурим. Песни освобождения. Да, да, да. Лэйитронен. А вы знаете такое. Есть, во-первых, имя Рина. Правильно? Что такое Рина? Ну, восхваление. Восхваление или восхваление. Восхваление, да. Вот это приводит его к тому, что он, как бы, воспевает. Песню освобождения. А дальше, вот, да, это песня освобождения. Это кусок из пророка Ишаял. Да? Ну, давайте его переведем. Хорошо. Лезвие, можешь прочитать эти три сточки? Замечательно. Замечательно, да. Ну, это кусок, как бы, стих из Ишаял. Понятно, что тут, как бы, иврит такой, в общем, как бы, сложный и очень высокий. Я открыла перевод. Это все рассказывается про, как бы, ну, вот. Будущее. Будущее время, видимо, когда-то будет. Больше, чем по этому, видимо, в будущее время, видимо, тут это пророчество. И песня будет для вас или у вас. Как в ночь освящением этого, ну, как освящение праздника. Так, получается. Да, освящение праздника, правильно. Да. И радость сердца, как у идущего холех б халиля. А халиль тут свирель, получается. Как у идущего со свирелью, получается. Ну, да. Лаво б харашим. И, как бы, ну, чтобы прийти, или для того, чтобы прийти, взойти на гору, взойти ко Всевышнему, как это, твердыне Израиля. Да, твердыне Израиля. Ну, по-видимому, это можно, по-видимому, Ханан Парад считает, что это, в общем, можно, то радостно, как это описывается, это можно ассоциировать с тем, как люди приносили бекури. Окей? Ну, хорошо, у нас еще вполне есть время. Мы можем, вот, может быть, даже добьем. Добить уже надо же добить. Ну, что там осталось? Что ты говоришь? Добить, говорю, надо. Что-то мало осталось. Вражескую. Да, добить, добить. Давайте, я с общими усилиями. Хорошо, у нас следующее, Аня. Аня, пожалуйста. Лейдхавер. А это интересно. Да, Лейдхавер. Объединяйтесь, что получается. Нет, Лейдхавер присоединяться. Лернотек, Лейдхавер. Правильно, молодец. Это Лейдхавер, это как плаг. Плаг-ин, плаг-офф. Вот Лейдхавер, это плаг-ин. Ну, соединяйтесь, я поняла. Ну, присоединяется в смысле, я думаю, что здесь конец. Это слово есть, тетрадка, как она называется. Махберет. Махберет. Вот, тоже, когда соединялись. И хавер, это приятель, с которым ты соединяешься. Хаверет, иметь в виду, что дружно-дружно это состоится в смысле. Да, да, да. Леор. Подожди. Тувана, тувана, тувана. Тувана, тувана, это авана. Ну, только немножко повыше. В свете выше помянутого или выше помянутого? Ну, в свете того, что мы поняли, разобрали. То есть тувана, это, как мы это поняли, да? В свете выше помянутого. Ашана. Не только в ночь этого Седора, но во все дни года. Да. Сейчас скажу. Лебаль нишка бэхаэш игра. Лебаль, это чтобы не. А, чтобы не. Ну, нишка, лешко, это погружаться. Чтобы мы не погрузились. А, не погрузились в жизнь, как это, в жизни. В рутину. Хаэш игра, это рутина. Так, все, в рутину. Поняла. Да. В рутину в какую-то обыденную, в обыденную жизнь. Ну, да, да. Вся идея в том, что мы идем по переживанию. Лебаль теги авудат ашем шелану митсвотан ашем. Мэлум, да. Ну, это, видимо, такое выражение. Это, видимо, такое выражение принесут. И чтобы не было служения Всевышнего для нас или у нас. Ну, обученных людей, скажем так. Или там людей, знаешь. Митсвотан ашема. Заповеди, заповеди людей, как это, ученых или, да, обученных. Ну, знающих, как бы. Здесь противостоставляется хавая, переживание, эмоции. И когда человек просто будет уменьшен. Быть заученная, заученная какое-то деятельность. Ну, да, да, да. Механическая. Лэлло хиют. 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 Хиют – это жизненность. Хиют – это жизненность. Которое решено, ну, вот это вот, которое служение людей, вот этих вот. Ну, да, вот этого хиюта и химхана. Но у которых нет жизненности и радости. Правильно. Механические, механические чисто. Да, дальше. Кенегет хукей. Эй, подожди. Укей – это я шну. Да, это из… Сейчас, секунду. Это взято из юриспруденции. Как называются законы, которых, ну, не по старости, а по времени, они считаются недействительными. Как это? Срок давности? Да, срок давности, да. Вот срок давности. А, устаревшими, со старевшими. Устаревшими, да. В противности, устаревшим законам. А, яшен, это же старый. В противности, устаревшим законам. Ну, что ты делал, да. Или кенегет хукей и тьяшнут. А дальше или вот этого слова «заакат» это «ра» идет слово. Закат. Да, что-то у меня не так. А, у меня тоже… А, да-да-да-да, я перескочил слиха. А ты выбросы пересили. Пересили. Так, «заакат» это взывает. Кенегет хукей и тьяшнут. Или «зуэк» это «ра». Взывает «ра», взывает, кричит, кричит прям-таки. Есть «цоэк», «матоцоэк». В современном иврите человек говорит, что ты орешь, «матоцоэк». Или там ребенку говорят «альтицак», «не кричи». Ну, или там человек в автобусе говорит, это так немножко агрессивно. «Альтицак», «не ори». А вот «зуэк», «зуэк» это слово, которое больше эмоционально из души и все такое. В обычном иврите так не говорится. Ну, «заака», «заака» это, не знаю, отчаянный крик или что-то типа этого. И вот он говорит. Вот против этого механического служения, против этого устарения взывает или кричит Тора. Взывает прям-таки, кричит. Это вот, сейчас скажу цитаты дворин, четвертая глава. Да, да, да. Ну, мы переведем, тут понятный текст. Китолит. Китолит баним, увны баним, ношантем, баэрис, вэ ишхатем. Ну да, вот тут связывается, да. Родишь ты детей. Родишь ты детей, и потомков у тебя будет еще как бы. То есть будешь долгое время в земле, и что произойдет? У твоих детей родятся дети, и, а, ношантем, ношантем это... От слова «яшан». Ну и как бы тебе все... Вот тут я посмотрела процитаты. Родятся вы, как бы устареете, или как бы долго жить будете, устареете как бы на земле и ишхитам, и как бы развратитесь уже. Ну да, я думаю, что здесь... Да, да, да. Но здесь ношантем, эта идея такая, что, в общем, вам как бы от долгого проживания обрыдлит все, и встанет все просто шигрой обычной рутиной. И что-то... Да, но вот тут как бы сильная связь, потому что от вот этого устарения, какое-какое будет последствие? Вэ ишхатем. Что такое? Где? И вы развратитесь. Развратитесь? Я сказала, потому что ишхатем, 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 ишхатем. Ну по переводу точно, ишхит – это развращаться, это совершенно стопудово. Ну да, вообще в современном иврите мушхат – это коррупированный. Тем более порча какая-то. Ну да, испорченный, да. В современном иврите это слово коррупция. Ну коррупция, тем более, несплохое. Окей. Ну хорошо. Да, я же, ты можешь читать дальше. Ки? Ки хуке, айт яшнут. Мы видим, ше имамун, вэсофем ашхата. Правильно. Вэсофам ашхата. Ки хуке, айт яшнут. Ну потому что… Устаревшие, да, вот эти закончики. Да. Приводят. Шимамун – это то же самое, что Шимамун. Шимамун – это душевная усталость. Это, в общем… Опустошение, есть слово. Ну, опустошение, да, правильно. Опустошение, да. Вэсофам. И заканчивают… Ну да, их конец… Извращенность. Их конец как бы ашхата, в смысле порча своих путей. Как можно сказать. Да, окей, дальше. Нед. Нед. Тхушат. 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 Зикна. Зу. Зу. Медей. 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 Стихамедей. Медей шана. Бешана. Беикурим. Бикурим. Реананим. 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 Мерешит. Замечательно. Приаона. Замечательно. Ну давай. Кенегет. А тхушат. Зикна. Зу. Как это перевести? Против. Правильно. Да. Этого извращения. Тхушат. Ну подожди. Тут тхуша. Я понимаю что тхуша. Чувства. Да правильно. Ощущения. Тхуша это ощущение. Если тхуша. У меня есть ощущение. А дальше он говорит. Это что-то связанное с органами чувств. Правильно. Это не мыслительно. Это чувствительно. А тхуш это обонение. По-моему запах или обонение. Что-то связано с тхушой. Тхуш это вообще. Как это. Пять органов чувств. Вот эти вот одни из них тхуша. Обонение по-моему. Ну да. Ну не только обаяние. Человек. Чувствует. Ум и обе тхуша. Он теряет ощущение. Не знаю. Не про нас будет сказано в пальцах. Там не знаю. Не чувствует запах. Да. Чувствует. Да. Чувствует. Да. И вот супротив. Этого. Этого. Ощущения старости. Старости. Да. Мы вим приводим. Ну приносим в данном случае. Да. А ну мы. Мидай меру. Не. Не. Мидей шана. Из года в год. Мидей шана бешана. Из года в год. Из года в год. Из года в год. Бекурим. Бекурим. Мы приносим бекурим. Ну первенки по русски. А они еще какие. Рананим. Ну рананим. В смысле свежие. Мидей шит. Да. Из первых плодов. Сезон. Сезон. А у нас сезон. Ну да. То есть у нас противопоставление. У нас есть хушат дзикна. С одной стороны. С другой стороны. Бекурим. Рананим. Ну вот как бы. С одной стороны. Ощущение старости. А с другой стороны. Вот эти свежие. Не знаю как сказать. Фрукты. Окей. Дальше. Он опять употребляется это слово. Убе мегама. Убе мегама. Ли халец. Замечательно. Митхуша зо. Да. Митхалель. Что тут. Раби. Правильно. Ахман Мибраслав. Да. Амит. Ну это значит такое выражение. Амият лев. Мият лев. Да. Если вы посмотрите текст от тиквы. Национального гена. Там есть. Лев. Умия. Умия. Внутренний. Как это. Как это. Ну это. Умият лев. С замиранием сердца. Ну что-то типа этого. А устремление. Подожди. Ну или устремлениями сердца. Да. Что-то такое там было. Ну там. Нефиш. Иуде. Умия. Вот стремилась душа евреев. Да. 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 Так вот. Ну хорошо. У бемегама. Лейхалец. Ну можно сказать просто. И для того чтобы. Опять. Бегама. Это тенденция. И для того чтобы. Что такое лейхалец. Это стандартное слово. Лейхалец это освободиться. Машина застревает в грязи. Ее надо. Это. Мехунит. Лейхалец. Или человек например где-то застрял. Подтолкнуть. Подтолкнуть. Или вытолкнуть. Ну да. Бемегамала. Ихалец. Для того чтобы. Ну вот. Избавиться. Или освободиться. От чего. От чувства. Да. Этого. Да. От этого чувства. Да. Молиться. Раби. Да. Избрать слова. Да. Ну с трепетным чувством. Или с замиранием чувством. Как угодно. Сердца. Да. Так. Да. Шилок. Ну давай прочитаем эту молитву. Ну давай. Шилокий ей. Аводатеха. Аводатха. Аводатха. Зикна. Вейшна. Шкина. Скина. Скина это прилагательное. Шкина. Вейшна. Яшна. Вейшана. Вейшана. Ацли. Эцли. Стандартное слово у меня. Эцли. Леолам Да, можешь перевести Шилотия вудатха Шилотия вудатха Скина вейшана Ицли леолам Ето Даст Не-не, чтобы не было Чтобы не было Чтобы не было работы старой Ну я думаю Это работа на тебя Я думаю, что в данном случае Это работа на тебя Чтобы не было работа на тебя В смысле на Всевышнего В смысле старой Скина вейшана Старая и старая Старая и старая, правильно Старая и странная Ицли В смысле у меня В мире Ну в смысле у Леолам Никогда Дальше Рак Заха Рак и Ске Рак и Ске Лехадеш Ацми Да Бекольем Увеколь Эт Увеколь Ша Эске Только Жили Удостоится Удостоится Да Я удостоюсь Чтобы я удостоюсь Обновить Для себя Бекольем На каждый день И каждый Час И в каждое время Это время Ребят Я с вами Просто Надо было поговорить С народом Который меня ждет Хорошо Вы меня сейчас Слышите Правильно Да 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 Я Слышите Сейчас Слышите Да Ой Пропал Опять появился Чеширский кот Вы меня Слышите Появился Опять пропал Я слышу Ой Пропал Появился Одна улыбка Висит Меня сейчас Не слышно Слышно Ты как-то Пропадаешь Слышно Меня сейчас Слышно Ты пропадаешь Что появляешься Яш Меня слышно Тебя слышно Да Все отлично Да Это один звонок Все вырубил Читаем дальше Да Дальше Да Дальше Правильно Лехадеш От СМИ Бехоль Ём Бехоль Ёт Бехоль Ша Да Лехадеш Кенешер Правильно Неурей Неурей Неурай Я думаю Или Неурей Неурай Это из как Стоили Обновиться Как Орел В юности Мехадеш Мехадаш Ну это вообще Такой поэтический текст Но идея В общем понятна Понятно Как орляш Чтобы не было Работа На тебя В смысле На Всевышний Ну как бы Старые Запущенные Да У меня Никогда Рак Иске Что такое слово Иске Яков уже перевел Тут старался Переводил Переводил Удостоин Я удостоил Удостоин Правильно Молодец Только чтобы я удостоился Лехадеш От СМИ Бехоль Йом Ну как бы Обновлять себя Каждый день Каждый час Каждый час Каждый час Вы хоть Просто Перечисление Различных Временных Отрывков Да Каждый день Все время Каждый час А при чем Здесь орел Это Это Плитическая Не знаю Посмотрите В Таилим Это Сейчас Молодой орел Молодой орел Он полон сил И Бодрости В отличие от чего-то Старого И так дальше И начать Каждый раз Начинать по новой Вот Молодец Начинать по новой Все Замечательно Лезер Давай Быстренько дальше А спустить Можно спустить текст Да Пожалуйста Текст спустить Так Пошло Так 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 Это уже конец Да Там уже конец Хорошо Все Быстро добиваем Этот последний абзац Сейчас Жена на катамаране Да Моя очередь Да 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 Окей Ну да Ну тут он как бы Некоторая такая Моральная сентенция По отношению К молодежи Да Ну хорошо Переведем это А Нор Бен Ямейну Что это такое Юноша Какой-то юноша Ну молодежь Как говорят Нор Вот Нор Всегда значит Как бы Он что с ним Что-то не то Да А Нор Бен Ямейну Вот молодежь В наши дни Она значит Как бы Нуэк Ломар Да Имеет обыкновение Как-то говорить Ну да Она тут обычно говорит Что она говорит Желаю Да Желаю чего Подсоединиться Ну да Лейт Хабер Но он тоже Поставил кавычку Потому что как бы Ну по-русски это так Я бы как бы хотел Врубиться в это дело Да Но что Дальше В Итхабрут элав И работать как бы Ну служить Всевышнему Митох Итхабрут элав И исходя из моей Как бы связи с ним То есть идет о том Что человек говорит Я бы вот хотел Такую Личностную связь Со Всевышним Хотел бы диалог И про дольше Да Дальше Бекру 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 Бехарифут 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 Бейтуй 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 Зе 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 Значит Гдолим Бетувим Ну как бы Большие Хорошие В смысле Уважаемые люди Да Что они говорили Бекру 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 Это критиковать Правильно Левакер Кстати говоря Слово которое По написанию Точно такое же Как Бекур Визит Левакер Это критиковать Например Левакер Это критиковать Бекорот Бекорот Например Сифрут Сифрутит Это Критика Литературная Критика Литературная Да А человек Который Вот этот критик Он называет Мевакер Так что Это Такой же Ну так Вот Значит Как бы Уважаемые люди Да Большие Хорошие Они Критиковали Бехарифут Харифут Это Остро Да Остро Острый Острый А хореф Это Острый Сильно Много Ну наверное Какое-то другое Слово Вот это выражение Да Видимо Времена Ханан Парата Ну наверное И сейчас тоже Это выражение Которое Нор говорит Я не могу Литхабер Поэтому я этим Заниматься не буду То есть грубо говоря Врубиться я не могу Не могу Я думаю Что это туда ведет Да Дальше Атолэ Да Лезер Да Атолэ На какой-то строчке Я потерял Вторая строчка Вторая строчка Вторая строчка В середине Зависимость Возможности Служения Всегошнему От личного Чувства От личного Чувствия Ну я не чувствую Это Почему я не буду Это делать Чувствия Не чувствую Да Ну вот как бы Сейчас я думаю Ханан Парат Он немножко в сторону Берет Сначала он нам Объяснял Насколько это важно Вот это вот Личное И переживание И все А сейчас он говорит Что как бы Вот это вот Литхабер Не очень просто Но неправильно Чувствия Будет говорить Не могу Литхабер Поэтому я это делать Не буду Так мне кажется Дальше Ум Мезалзель Мезалзель Бхова Лаким Лакаем Лакаем Тора Да Ум Ум Цвот Гам Лале Техошет Тхушет Тхушет Ахат Хиворот Идхабрут Да Идхабрут Да 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 Они как бы Критиковали Вот эту полную Зависимость Ну скажем Вот религиозной Практики Да Так если перевести Абудат Ашем В зависимости От как бы Личного переживания Имезалзель То есть он Толе То есть он Ставит зависимость Как бы Нор Молодежь Да Там Я не знаю Подросток Или что-то такое Умезалзель Что такое Зильзуль Это важное слово Что такое зильзуль Зильзуль Дешевый Я знаю Зильзуль Дешевый Что Зильзуль Это дешевый Ну зильзуль Это И пренебрегать Удешевление Получается И пренебрегать Да И пренебрегать Безалзель Бэма Бэхова Что такое хова Долг Долг Да И пренебрегать Он ставит зависимость И пренебрегает Обязанностью ну, это стандартное было выражение Лакаем Турао Митсвот Выполнять заповеди Выполнять Туры и заповеди Гам Ле Лот Хушат Итхабру Чувство вот этого связи какой-то И без чувства связи То есть можно и без этого выполнять Есть у тебя Вообще есть Хова Есть Хова Лакаем Турао Митсвот Гам Ле Лот Хушат Итхабру Да, даже если человек не чувствует Что вот он сейчас вот так вот Он летит в небесах Вот только тогда он может молиться Да, если он как бы Не Митсвот, то тогда нет Он говорит, нет, это все-таки неправильно так сказать Окей, дальше, ну хорошо Я извиняюсь Мне нужно идти Я оставлю это включенным То есть оно будет у вас продолжаться Спасибо, дорогой Если кончится, вы просто его отключите Да, 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 хорошо Все, спасибо тебе Давайте Яша и Аня Давайте быстренько закончим Нас осталось совсем немного Ань, ты можешь считать Ахэн Ахэн цудэкет Ахэн цудэкет Абикурат Абикурат Кенэгет От нея От нея От ная От ная Мохле 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 Перейдите в кусок Давай перейдем в кусок Однако Справедливо Как это сказать Справедливая критика Справедливая критика Что ли Действительно Справедливая критика Как бы против Супротив Это не я Подожди Это не я Это не я Это условие По-моему Абсолютной зависимости Абсолютной зависимости Абсолютной зависимости Ашэр Лэфиа Лэфиа Лэло Итхабрут Лэло Итхабрут Эйн Таам Лэкиюм Митсвот Да Перейдите в кусочек Вот это вот От ная Мохле Да То есть Абсолютная зависимость Абсолютная зависимость Которая Ашэр Лэфиа Лэфиа Не помню Что это такое В соответствии с которой В соответствии с которой А согласно которой Лэло Который Отсутствие Вот этой вот Связи Как бы Нет вкуса Как-то нет Подожди Как бы Смысла Или нет вкуса Если нет Нет связи То нет этого Там Там зачастую Это правильный вкус Но это и смысл Нет смысла Когда нет смысла То есть Нет вот этого Этхабрута То нет смысла Заполнять заповеди Да Он снова делает Игру слов Лэйтнаэр Мэгэн Халила Халила И можно Лэйтнаэр Наверное Это послужит Омолодить Что-ли Получается Ну в общем А сброситься Сброситься Или освободиться От них Совсем Абстрагироваться Это от слова Кстати Нор От слова Нор Обновить Что-ли Обмолодить Обновить Нет Здесь не омолодить Лэйтнаэр Это когда человек Сбрасывает себя Например Говорится Что человек Уйтнаэр Мехараю То есть Он сбросил С себя Всякую ответственность Но это Где-то связано С Нором Почему Потому что человек Молодой Как бы он Просыпается Как будто Возвратиться Как бы к юности Заново Помолодить Не-не-не Я не думаю Что это Я думаю Что это Ну Если проводить Какую-то связь Символическую Что молодой человек Вскакивает И расправляет Плечи С него Все падает В общем Он как бы Ну вот С этим Это слово Однокоренное Слово Нар Но не напрямую А в смысле Что это освобождаться От них Окей Вот опять Лэйтнаэр Мехараю Это освободиться Снять с себя Обязанность То есть можно Можно снять С себя Исполнение Заповеди Я человек Не чувствую Такого Идхабрута Дальше Аваль Аваль Бэшорэш Арацон Лэйтхабэр Омэт Ацимаон Ацимаон Лээрхай Да Ха-ха-ха Адака Бэшорэш В корне В корне Как это В корне Желания В корне В корне Желания Вот это Вот Приседение Идхабэр Да Присоединение Соединение Сотоварищества Стоит Ацимаон Это жажда Ацима Ацима Жажда Как бы Стремление К Богу К Богу Жизни Не К Богу Живому К Богу Живому Да Ацимаон 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 Лэйтхадшут Ну да Вэгума Ацимаон Лэйтхадшут И Ну вот Что такое Гума Гума Что такое Не знаю Гума Нас говорили Умия У нас это было Да Стремление Молитва Которая Стремится Обновленной Обновленной Молитвой Мишурерат Мишурерат Лээ Поэт В соответствии С словами Поэтессы Гольдберг Алле Известная Неизвестная Национальная Поэтесса Мишурерат Певицы Поэтессы Лей Гольдберг Башара Ну конечно Башара Ландыни Лукай Ландыни Лукай Научи меня Бог мой А вот так Да Ну хорошо Дадим Дадим Я же пожалуйста Давай Лэбаль Йе Йо Мэй Лэбаль Йе Йо Ми Лэбаль Йе Йо Ми Гайом Китмоль Шильшом Ну да Видите какая красивая фраза Лэбаль Йе Йо Ми Кайом Кэтмоль Шильшом Чтобы не был Да Мой день Сегодня Чтобы не был Мой сегодняшний день Да Да Позавчерашний Позавчерашний Да Дальше Лэбаль Йе Йо Ми Алей Аля Аля Эргель Аля Аля Написано Да Правильно Алай Да У меня тут плохо видно Да Эргель Да Чтобы не был Чтобы не был на меня привычки чтобы мой день не стал просто привычки окей ну хорошо это такие высокие призывы нам следует нам следует прислушаться прислушаться есть лишь а есть леозин леозин от слова понимать нам следует понимать берегишут с чувством ну да с чувством ну бептихут это дословно с открытостью открытостью голосу этому голосу ну я думаю он имеет ввиду голосу Илея Голберт мне кажется мне кажется имеет ввиду голос Илея Голберт который здесь который он сейчас цитировал да ладно хорошо и просить который просит присоединиться присоединиться вот это леид хабер леа шем да леид барех ну благословенно а что такое блилы ильбаеш без без сомнения ну леидбаеш даже больше глуша это стыд позор да без стеснения без стеснения да ну и последнее заключение благословить не леахэля-то пожелать а не пожелать леикола кореи существующему ну нет корея корея это не тем кто читает всем призывающему всем призывающему всевышшему в истине поистине да леид хадеш леид хадеш чтоб обновился вот это это было название нашей статьи чтоб обновился ну вот все как бы мы добили эту статью она была не очень она была не очень маленькая не очень простая но тем не менее окей хорош да мы на этом можем закончить я хочу только сказать я сейчас работаю у меня есть некоторая подборка может быть это будет интересно на каком-то занятии начать посмотреть это небольшие буквально в несколько фраз не статьи буквально в несколько фраз ну по-русски это называется афоризмы это изречение из самой разной традиции из Мишны из Рамбама из Раба Кука в общем это интересное сочетание потому что это небольшие фразы которые написаны в таком классическом иврите на религиозную тему может быть интересно будет тоже их расшифровать посмотреть и главное что они небольшие такие все-таки статьи ну достаточно трудно как бы до конца проходить посмотрим может быть это может быть имеет смысл будет этому посвятить какое-то время хорошо ну хорошо а ты что-нибудь выложи выложи какой-нибудь там да-да-да-да я выложу обязательно да я выложу обязательно выложу обязательно в чате спасибо 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 всем счастливо пока было замечательно спасибо пока всем наступающего всем хорошей записи к Мархе Тиматова